Рассмотрим настройку наших часов. В режиме текущего времени нажимаем и удерживаем левую верхнюю кнопку, кнопку Adjust, до тех пор, пока не начнет мигать индикатор HT, что будет означать выставление нашего часового пояса. Каждый выставляет свой часовой пояс, нажимая на кнопки с правой стороны. Далее нажимаем кнопку Mode и переходим в настройки летнего или зимнего времени. Индикатор Auto будет означать, что автоматические часы будут переходить на летнее или зимнее время. Дальше нажимаем кнопку Mode и переходим в настройки наших секунд. Принудительно обнуляем, нажимая на правую нижнюю кнопку. Далее настройки нашего времени. В последовательности настройка наших часов, затем настройка наших минут, нажимая аналогично на кнопки с правой стороны. И тем самым вы можете изменять время и год. Далее вы можете изменить дату и текущий месяц аналогичным образом. Далее формат времени. 12-часовой или 24-часовой формат времени. Следом нажимаете кнопку Mode и переходите в режим расположения информации на маленьком дисплее. Дата будет как располагаться. Месяц или день недели. Далее настраиваете язык интерфейса. Русский, английский, испанский, французский, немецкий или итальянский языки. Выставляете кому как удобно. Переходите в настройки режима звука кнопок. Key это включен, мод отключен. Далее длительность подсветки. 2 или 4 секунды выставляете. Далее режим автоматической корректировки стрелок. Либо включен, либо отключен. Выбираете. Далее нажимаете кнопку Mode и переходите в режим сбережения энергии. On или Off выбираете. Обратно мы вернулись в наш текущий часовой режим. Для того, чтобы сохранить все измененные нами настройки, нажимаете на кнопку Adjust. Рассмотрим функционал часов. Все функции в часах переключаете на кнопку Mode. Здесь мировое время, будильники, секундомер, таймер обратного отсчета. Рассмотрим каждую функцию отдельности. Мировое время. Здесь вы можете задать 5 меток любых городов, в которых вы находитесь и часто ими пользуетесь. Например, рассмотрим метку номер 1. Зажимаете кнопку Adjust в метке номер 1. И нажимая на кнопки с правой стороны, выбираете тот город, в котором вы находитесь. Переключая на кнопки с правой стороны. Если нажмете на кнопку Mode, вы можете выставить летнее или зимнее время того города, в котором вы находитесь. Ну и сохраняете на кнопку Adjust. Все, в метке номер 1 будет информация о том городе, в котором вы находитесь. Дальше кнопка Mode. И переходите в режим будильника. Здесь 4 будильника, а также функция снуться. Это функция повтора звонка. SIG это ежечасный сигнал. Включаете, отключаете ежечасный сигнал, нажимая на левую верхнюю кнопку, кнопку Adjust. Появится индикатор On или прочерк. Далее рассмотрим настройку любого будильника на примере второго. Зажимаете кнопку Adjust и держите некоторое время. Выставляете значение часов, затем значение минут, нажимая на кнопки с правой стороны. Сейчас не принципиальное любое время, выставлю для наглядности этого видео. После того, как вы ставите правильное время, вы нажимаете на кнопку Adjust и сохраняете будильник. Индикатор On появился. Так, для того, чтобы отключить, так же само на Adjust и отключаете, включаете будильник. Сам звуковой сигнал издают часы в режиме будильника, если вы нажмете на правую нижнюю кнопку. Дальше кнопку Mode режим секундомера. Зажимаете, нажимаете на правую нижнюю кнопку, секундомер запускается. Тут обычный стандартный секундомер, который работает одинаково, практически одинаково во всех спортивных часах Casio. Старт, стоп и сброс секундомера. Таймер обратного отсчета. Зажимаете кнопку Adjust и держите некоторое время. Выставляете значения часов, минут и значения секунд. Ну, любое время сейчас выставим для того, чтобы просто для наглядности видео продемонстрировать, что все работает. И таймер обратного отсчета справляется со своей задачей. Так, выбираете любое время. Далее, сохраняете, нажимаете на кнопку Adjust. Запускаете таймер на правую нижнюю кнопку. Таймер начал свою работу. По истечению работы таймера вы услышите 10-секундный характерный звуковой сигнал. Когда вы сбросите таймер, часы обратно выставят то значение времени, которое вы выставляли в таймере. Рассмотрим, как в ручном режиме выставить радиосинхронизацию. Нажимаете на правую нижнюю кнопку и держите некоторое время. В этом режиме вы принимаете радиосигнал. Прием составляет от 10 до 20 минут. Если удачно, появится индикатор Jet. Если будет ошибка, соответственно, error. Ну, я не буду 20 минут ждать, но вы имеете это в виду. Часы будут автоматически синхронизированы с атомными часами с максимально точным временем.